Привет, парни! Это снова Мэтт или Ретроцикл, и я Сергей Беляев. И представляю вам вот такую фиговину, которую я привез из Словакии. Это BMW R67. Ну, по сути дела, это Урал, парни. Он внешне очень похож на Урал, но наши-то только могли портить все это дело. Вот мы сейчас на нем, на всей мастерской катались. 53-й год. Уже вот такие мотоциклы. А наши все клепали, вот эти Уральчики, Днепры и всякую вот нашу вот эту оппозитную ерундень, которая не едет, которая ломается, на которой неудобно ехать. А немцы вот такие. Ну, Словакия, конечно, обалденная страна, красивая. Забирал ее в городе Жилино или Жилино. Вот там половина цыган живут, жуткие вообще городишки, но красиво. Там все в горах это находится, все горы такие пушистенькие, в елочках. Даже потом вот Катя выложит фотографии там, как там красиво. Вот приехали мы туда, через Польшу мы ехали, значит, в Польшу я там забрал что-то и поехали в эту в Жилину. Мы приехали ночью, ну как ночью, то есть 7 вечера, заселились в отель с стоящим грифом. Думаю, где-то пожрать. Ничего не работает вообще. А гриф же, он, сами понимаете, дядька здоровый, вот, его надо кормить. Вот, искали, 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 нашли какое-то там быстрое питание, единственное на привокзальной площади. Там куча каких-то цыганок что-то пристает к нам. Ну, короче, сажали по какому-то хот-догу, легли спать. Вот. Ну, наутро приехал к нам хозяин этого BMW вместе со своим отцом и с переводчиком, учительницей русского языка. Такая тетенька моего возраста примерно, ну и отец у него где-то примерно моего возраста, так слабо говорит по-русски. Кое-как мы с ним объяснились, заплатили мы ему деньги, загрузили нам его в автобус, и я отвез его в свой гараж в Эстонию к Ухлоярве. Вот он там у меня, пока делались документы на ввоз в Россию, стоял там. Вот вчера я его притащил, то есть объехал, заехал через Нарву, забрал в гараже мотоцикл и въехал через Псковскую границу. Мотоцикл достаточно комплектный, то есть все на нем есть. Здесь, конечно, оно такое ржавенькое, потертенькое, но оно функциональное. То есть если не считать, что тут рваненькие сиденья, там все резиночки потресканные, но оно функционирует. Заводится он с полоборота. Вот я так подозреваю, что здесь еще должен быть пульт переключения поворотников. Ну, поворотников нет, наверное, его и упразднили. Ну, будет, потому что будем делать его с поворотниками, со всеми делами. Это не первый мотоцикл, который, в общем-то, мы привозим с нормальными документами. Ребята, я так понимаю, в Европе накатались на всем этом древнем циклетостроении и продают его. Он с документами, со всеми, ну, достаточно, конечно, недешево стоит. То есть получилось, на въезде сюда в Россию он попал, конечно, не за скромные деньги. Очень не буду вам рассказывать, какие деньги. Но вы можете сами посмотреть, сколько они там стоят в Европе. Посмотрим мы там, что там с двигателем. Сальнички поменяем, наверное, подшипнички какие-то меняем. А может, не будем менять, потому что мы работаем, движок работает хорошо. Разберем, почистим, соберем назад. Так что, если кто захочет такой мотоцикл, то я могу вам запросто его найти. Да вы можете найти, куча сайтов есть. Я могу вам его привезти, растаможить, восстановить. И, в общем-то, даже борода, которая будет делать этот мотоцикл, он говорит, я, наверное, как-то живу не так. Его Harley Dino едет хуже, чем этот мотоцикл. Он говорит, тут либо такой куплю, либо триумф. Потому что, ну, здорово едет. Я прокатился, он тут не на большом участке, 80 километров только так. Понятно, что на нем далеко, наверное, в путешествии не поедешь. Хотя, в общем-то, кому не жалко свою задницу, можно и поехать. Но, мотоцикл хороший. Всех до новых встреч. Бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова